Спасти умирающий Мотовела может только срочное вмешательство государства. Это мнение высказал сегодня глава госконтроля Леонид Анфимов. Посещая завод, главный контролер страны отметил, что новому директору досталось непростое наследство. Фактически остановленное производство, утраченные рынки сбыта и долги перед кредиторами. Сейчас необходимо определиться с направлениями, которые необходимо модернизировать и дооснастить. И таким образом восстановить былую силу брендов Аист и Минск. К примеру, 20 миллионов долларов, взятые на развитие у Белинвестбанка, планируется реструктурировать. Однако у завода есть и другие задолженности. Больше 80% основных производственных площадей заложены в эти банки под взятые кредиты. И это еще дополнительную нагрузку сегодня в решении организационных вопросов накладывает на новое руководство предприятия. Что действительно делать вот с этими кредитами, которые взяты не на мотовелозавод, а на филированные структуры. АТЭКа, не мотовелозавод АТЭКа. Но я думаю, что вот собственники, пускай и расхлебуют это все. Формируется бизнес-план развития предприятия на ближайших 5 лет. Ну и в этом плане должны будут найти отражение те задачи, которые поставлены руководством страны. И президент об этом в 2013 году, посещая предприятие, говорил о том, когда оказывал поддержку инвестору о том, что если в случае он не обеспечит выполнение тех задач, условий, которые перед ним поставлены, то государство это предприятие не оставит. Напомню, еще на прошлой неделе глава государства одобрил назначение Николая Ладудько на пост нового директора Мотовела. Бывший мэр Минска поможет предприятию опытом, наработками и свежими идеями. Как заявил Леонид Анфимов, после направления главе государства докладной записки о ходе выполнения его поручений, планируется создание республиканской комиссии по спасению предприятия. В нее войдут представители правительства, министерства промышленности, исполнительных властей столицы и банков.